Девушки отдыхают Советский Союз при смерти, товарищ! Поспешим, нам надо успеть! Ну, идемте! Прошу! Что это? Путь к отступлению? Нет, нет. Год назад я был назначен на сверхсекретный проект. Поздно, черданка. Слишком поздно. Нет, товарищ генерал. Вы не правы. Прошу. Как видите, время. Время. Оно за нами. Нет, 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 нет. Еще не все. Ее не проверяли. Вдруг она не работает. Кто она? Машина. Времени. Задайте эти координаты. Нет. Прошу. Прошу вас. Живо! О, нет. Нет. Нет, прошу. Нет. Прошу вас. Пошел. Ладно. Вы что, шутите? Что ж, товарищ генерал, прекрасный новый мир ждет. Идем. Музыка. Смотри. Нет, 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 не трогать. Нельзя нарушать пространственно-временной континиум. И где мы? Брюссель. 27-й год. 27-й? Пятый международный физический конгресс. Это Эйнштейн? Да, доктор. Человек, ответственный за технологическое превосходство наших врагов. Тот, кто сделал их непобедимыми. Что вы намерены? Господа, доктор? Нет! Я не понимаю. Изменив прошлое, мы изменили все. О, рада видеть вас. Я подготовила те доклады с фронта. Хорошо. Я весь вниманием. Простите, товарищ генерал, я обращалась к Черденко. О, союзники отходят. Скоро Европа будет нашей. Вы слышали, генерал? Наши враги почти разбиты. Минутку. Экстренное сообщение с нашей северной базы. На нас напали! Их слишком много! Нам нужно... Кто на нас напал? Военную машину империи не остановить. Поставший против неизбежного погибнет. А те, кто встанут на пути божественной воли, будут сметены ветром истории. Вы должны покориться нам, иначе вас ждет смерть. Генерал, похоже, что империя объявила нам войну. Какая империя? Восходящего солнца, генерал. Это что, война на два фронта? Запустить наши ядерные ракеты. Сравнять их с землей. Простите, генерал. Я сказал, ракеты. Ядерные бомбы. Вы что, не поняли? Без Эйнштейна нет и ядерного оружия. Мы изменили временной континиум. Ах, кто знает, что мы еще натворили. Простите, генерал. Простите, генерал. О, приветствую. Как можно понять, ситуация в стране тяжкая. Все наши дивизии сейчас воюют в Европе, давя союзников. Эти имперцы прекрасно понимают, что мы ослаблены и что мы не сможем выстоять долго. В данный момент их ударная группа движется к Ленинграду. В этот трудный час именно вам предстоит остановить вторжение, ибо мне нужен тот, кто не поддается паникерству. Тот, кто не просто разобьет наших противников, но полностью уничтожит их. Раздавит их в труху беспощадно. Генерал Крюков, познакомьтесь с новым командиром. Командиром? Да. Он будет оборонять Ленинград. Несмотря на то, что попытка удержать город есть безрассудство? Пойдет Ленинград, советский народ потеряет веру. Что ж, желаю удачи. Войска имперцев много лучше оснащены, и что интересно, многочисленные тем не менее. Пожертвовать жизнью во имя Родины великая честь, не так ли? О, да. Извините, но мне пора, у меня тут война идет. Даша станет аналитиком вашего штаба, офицером связи, ответственным за поддержку. Служу Советскому Союзу. Командир, имперцы начали массированное наступление. Скорей, полковник. Вы должны разбить их. Вы молодец, командир. Более, чем мы от вас ожидали. Да. Но ведь нападение на Ленинград было всего лишь маневром, призванным отвлечь наши войска. Постарайтесь больше так не ошибаться. Генерал, по данным разведки, имперские войска уже выдвинулись к Москве. Сейчас они подходят к нашему старому космодрому у Красной 45. Красной 45. Мы сможем использовать ее мощь против японцев. Вот так, полковник. Пока вы все сидели за баррикадами в Ленинграде, враг нанес основной удар туда, где его ждали меньше всего. Остановите противника. Преподайте наглядный урок. Эти имперцы не должны дойти до Москвы. Я в восхищении, полковник. Я знал, на вас можно положиться. Генерал? Мы выбили имперцев с большей части наших земель. Но без флота мы не сможем выиграть эту войну. Нужно отобрать у японцев Владивосток. Я полагаю, что полковник с этим справится. Не будьте наивны, Черденко. Японцы вот так легко не сдадутся. У полковника еще мало опыта. А с наскоку Владивосток нельзя. Все же я считаю, что полковник оправдает доверие. Вот в этом я не уверен. Рад был узнать ваше мнение, генерал. Но пока что я здесь главный. Да. Это мне понятно. Полковник, генерал совершенно прав в одной вещи. Без поддержки флота эту войну нам не выиграть. Разбейте имперские силы, захватившие наш порт. Мои дорогие американцы. Я опольщен тем, что вы выбрали меня своим президентом. Для меня честь стать главой нашей великой страны в эти темные, опасные времена. Вторжение советских войск в Европу представляет угрозу для всего свободного мира. Мы снабжали наших союзников войсками и снаряжением. Но, замечу, мы в войну не вступали до сего дня. Я издал указ о пятикратном увеличении финансирования военной отрасли. Теперь пришло время Америке встать на пути этих проклятых коммунистических безбожников. Ибо, если мы не сделаем этого, скоро, очень скоро, будет поздно. Мы уже почти достигли победы, и что теперь? Этот чертов фанатик, новый президент США, хочет стереть нас с лица земли. Он собрал вокруг себя самых одаренных союзнических вояк. Мы должны действовать быстро, пока они не нанесли нам удар. Вы готовы, генерал? Вполне. Полковник, мы должны разгромить главный штаб союзников в Женеве. Нужно застать их врасплох. Пойдете в авангарде. Я вступлю в бой следом за вами. Нанесу основной удар. Не подведите. Часть имею. Еще увидимся, Николай. Эта резолюция утверждена генштабом. Полковник, и снова Родина перед вами в большом долгу. Вы это что, серьезно? Из-за полковника мы чуть было не проиграли битву. И хорошо, что я успел подойти. Вы свободны, генерал. Да раскройте вы глаза, полковник подвел нас. Из-за нерешительности, едва не определивший исход в боях. Вы свободны. Генерал Крюков слегка переоценивает свою значимость. Лучше бы ему помолчать. Сейчас, однако, перед нами стоит совсем другая проблема. По данным разведки, американцы приблизились к созданию нового сверхоружия. Полковник, познакомьтесь, доктор Зелинский. Самый великий ученый нашего времени. О, нет, был еще один. Был лучше. Доктор, что вы расскажете об этом вашем оружии? О, ну, оно обладает просто невероятным разрушительным потенциалом. Но эти, эти американцы, они... Спасибо, доктор. Полковник, вы должны выкрасть сверхоружие, пока союзники не применили его против нас. Даша снабдит вас всей информацией. Мой дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется. Рада видеть вас в добром здравии. Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках. Я знаю, вам нужен отдых. Но, думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии. Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего. О, вы здесь, генерал. Благодарю. Да, друг мой, вы теперь генерал. Вижу, поступок Крюкова удивил вас не меньше, чем меня. Вы один из лучших командиров. Именно вам выпадет шанс уничтожить главного врага. Итак, по данным разведки, мы выбили с наших земель еще не всех имперцев. А пусть живут. Без своего императора, без этого божества, они ничто. Цель гора Фудзи, генерал. Покажите японцам, что император вовсе не бог, что он человек и смертен. Час пробил. Время заката их империи пришло. Выслушайте меня. Да, вы вполне можете считать меня, посчитать сумасшедшим. Но я не вру. Так что, выслушайте. Я создал машину для путешествий во времени. Это правда. Мы нарушили ткань пространства и времени. Последствия этого оказались катастрофическими. Черденко не должен быть генсеком, а империя вообще не должна существовать. Никто, кроме нас, об этом не знает. Полковник, моя жизнь в огромной опасности новой. Вы ведь народный герой. Дайте им правду, и за вами пойдут. Во-первых, я хочу поздравить вас со столь важной, значительной победой. Капиталистическая Япония стала нашей новой советской социалистической республикой. И хотя в культурном аспекте они как были дикарями, так и остались, в технологическом плане равных им найти сложно. Доктор Зелинский поделится с нами многими замечательными достижениями японской науки. Доктор Зелинский? Доктор Зелинский? Доктор Зелинский. Доктор Зелинский. После всего того, что вы сделали для Родины, как он посмел? Думаю, в исчезновении доктора тоже виновен Черденко. Он совершил покушение на самого себя, лишь чтобы подставить Крюкова. Судьба Советского Союза зависит отныне лишь от вас, командир. Силы Альянса пребывают в шоке от событий на острове. Лидеры многих стран отвернулись от США. Теперь этот глупец, президент Америки, вынужден самостоятельно защищать свой Нью-Йорк. За вас, товарищи! Народ хочет видеть нового лидера. Это лишь ваша победа. Это ваша страна. Советские войска продолжают наступление по всей Европе, захватывая страну за страной. Последним государством, до которого еще не добралась рука генсека Черденко, Великобритания, сдерживающая одну атаку за другой. Но, похоже, она долго не продержится. По сведениям из достоверных источников, нам стало известно, что с северного побережья Франции отплыла огромная советская флотилия. Приветствую вам. Я фельдмаршал Роберт Бингем, главнокомандующий союзными войсками. Судя по отчетам, вы весьма толковый офицер. Будем надеяться, что вы нас не подведете. Особенно сейчас, когда большинство офицеров сражаются на материке. И заводы по обороне Великобритании легли на наши плечи. Кстати, знакомьтесь, лейтенант Ева. Ваш офицер связи и тактического взаимодействия. Добро пожаловать, сэр. Фельдмаршал, президент ждет вас. Господин президент, позвольте представить вам нашего нового полевого офицера. Приветствую. Ну, готовы отправить красных туда, где им самое место? Если вы облажаетесь, единственное, что встанет между Соединенными Штатами и этими проклятыми безбожниками... Какой ты чертов океан? Вы абсолютно правы, господин президент. Мы не можем позволить советским силам закрепиться на Альбионе. От этого зависит судьба всего мира. Вы, псы капитализма, я генерал Крюков. Сегодня вы падете. Приготовьтесь к удару наших флотилий. Вы будете молить нас о пощаде, или все умрете. Все не так плохо. Но это была лишь первая волна. Захватите огневые точки. Они помогут вам отражать новые атаки врага. Хорошо. Мои поздравления, командир. Ну и задали вы трепку этим комме. Придж будут знать, как посягать на наши земли. Это была замечательная победа. Ну, разве что красные бы с вами поспорили. Жаль, что остальные офицеры не столь ретивы, как вы. Вот что, Бингам, нравится мне наш командующий. Давайте-ка отправим его во Францию. Собственно говоря, сэр, я как раз хотел вам это предложить. Читаете мои мысли, генерал, а? Я человек дела и болтать просто так не люблю. Под ваше командование поступает наш самый лучший спецагент. Ребята, встречаем. Таня. Приветствую. Таня наш лучший агент. Она может голыми руками убить человека. Пятьюдесяти различными способами. Так что не ссорьтесь с ней. Итак, советский генерал, чьи войска вы разбили под Брайтон-Бич, переведен на юг Франции. Он захватил Канны и взял в плен наших офицеров. Я разберусь с их верфью, но все остальное на вас. Отлично, порт уничтожен. Пришло время для последней советской базы. Осторожнее, дредноуты ведут обстрел береговой линии. Отличная работа. Наши офицеры освобождены. Советская армия выбита из Франции. Таня сейчас работает под прикрытием, пытаясь получить нужные нам сведения. Если бы я знал, то рассказал бы... Таня? Командир? Лейтенант Ева. На поле боя всякое случается, господа. Сидя в штабе, такого себе и не представишь. Можете обрисовать командиру ситуацию? Конечно. Красный в Гейдельберге. Скоро мы будем знать все о местоположении их полевого штаба. Но штурмовать его я не намерена. Нет. Вам придется действовать в одиночку. Нет! Пож... Ваш флот продолжит выполнять отданный приказ. Однако вы нужны нам здесь, на суше. Построите базу и готовьтесь к штурму советского штаба. Будьте начеку, сэр. Они знают, где вы. О, да, командир, вы лучший. Русские выбиты из Западной Европы и теперь вряд ли посмеют контр-атаковать. Увидимся в штабе. И да, не забудьте просверлить дырочки для новых наград. Настал судный день. Пришло время империи подняться над миром. Западные варвары склонятся перед нами. Или их нации будут уничтожены. Это сообщение транслировалось по всему миру сегодня утром. Лидеры союзных государств собрались в Женеве на экстренное заседание. Плавучая крепость императора контролирует северную часть Атлантического океана, полностью отрезав Европу, парализовав тем самым... Это невероятно. Пока мы разбирались с красными, чертовы японцы успели подготовиться к полномасштабной войне. Они дождались, пока мы и Коми ослабнем настолько, что не сможем и пикнуть в ответ. Впрочем, как видите, не одни мы вляпались. Эти чертовы крепости заблокировали также и советские порты. Так что нашим дипломатам был передан приказ на заключение мира. Потому что в одиночку нам с японцами не справиться. Бингем, ходят слухи, которые мне очень и очень не нравятся. О каком же слухе идет речь? О том, что мы заключаем мир с кем? С коммунистами? Скорее, это перемирие. Так значит, это не слухи? Сэр, мы уже потеряли такое число бойцов за кампанию в Европе. Сейчас у нас появился общий враг. Чепуха! Поймите, русским доверять нельзя. Они ненавидят самое ценное. Братство, счастье, свободу, частная собственность и штрудель. Про свободу сказал? Ну, пусть будет еще раз. Лидеры остальных союзных держав уже согласились. Я нет. Равно, как и Америка. Вы, черт меня, побери, Бингем, совершайте большую ошибку. Имперцы считают своим предназначением стереть нас с лица земли. Докажите им, что они не правы. Командир, мы выходим к Гибралтару. Пора отбить у японцев наш порт. На этот раз я буду оказывать вам поддержку. Мой вам совет, будьте начеку. Доверяя коммунистам, мы сильно рискуем. Ну да, командир, вы молодец. Захваченные вами корабли будут более чем полезны при штурме всех этих плавающих крепостей. Сэр, генсек Черденко на связи. Дайте связь, лейтенант, господа. Фельдмаршал Бингем, хочу выразить благодарность за содействие в заключении мира между нами. Благодарю, но это все заслуга нашего командира. Это же он отбил у японцев Гибралтар. Рад нашему знакомству, командир. Полагаю, вы вполне оценили боевые навыки Натальи. Она наш лучший боец. Эээ, да-да. Для уничтожения плавающей крепости нам понадобится любая помощь, которую вы только сможете оказать. Мы учтем. Удачи, господа. Спасибо. Да, эта крепость торчит там в Северном море прямо как кость в горле. Но при поддержке флота и, конечно, советских сил, может быть, будет шанс. С Богом, командир. Это было мощно, командир. Превосходно. Должен отметить, что русские оказались очень ценным союзником. Сэр, на связи генсек Черденко. Срочный вызов. Мы не прощаем предательство Бингом. Вы слышите? Мы разочарованы. Вы не оправдали нашего доверия. Простите. О чем вы? Что вообще творится? Ева? Сэр, судя по всему, один из наших спутников наведен именно на Москву. Приказ был отдан с нашей секретной базы. О ней не знала даже я. Она расположена в районе горы Рашмур в Южной Дакоте. Что? Эккерман. Свяжите меня с президентом. Что творится со спутниковыми системами, господин президент? Русские просто дурачит на всех, друг мой. И пока я занимаю пост президента нашей страны, вести в этой игре я не позволю. Что? Бингем, вы же еще сами скажите мне спасибо. За что спасибо-то? Эккерман. Вот черт. Он что же, с дуба рухнул, а? Остановите президента, пока он не разрушил наш союз с русскими. Ни у кого из вас не хватит пороху, так что придется мне самому разбираться с советами. Смиритесь, друг мой. Если я погибну, начнется стрельба. Что ж, вот и все. Наш президент сошел с ума. Нужно остановить его, командир. Нельзя допустить, чтобы он выстрелил. Ибо в этом случае русские ответят нам тем же. Нам всем тяжело далось это решение, но в ваших руках будущее всего свободного мира. Ну что ж, мне все понятно. А, командир. Чуть не опоздали. Могу уверить, все было верно. Эккерман чуть не погубил все, все, что мы создали. Да, и к слову, вообще-то мы сейчас воюем с империей. Сэр, я получила данные разведки. По ним заседание Верховного Сюгуната соберется завтра в Токио. Выходит, все имперские генералы и как на блюдце. Да, сэр. Обезглавим их одним ударом. Прекрасно. Начать подготовку немедленно. Я свяжусь с русскими, поделюсь этой новостью. Командир, вот он, наш шанс. Претензии императора страны и восходящего солнца на всемирное господство должны быть жестоко пресечены. Рада, что вы целы и невредимы, командир. И, как всегда, неотразимы. Я не отвлекаю? Не могли бы вы подождать с флиртом, лейтенант? У нас с ним остались дела. Я не флиртую, сэр. Я хотела просто поддержать разговор. Плохие дела, командир. Русские явно не придут. У нас есть не так уж много информации, но, похоже, они нас подставили. Придется вам справляться одному, командир. Мы не можем упустить такой шанс. Нам нужно уничтожить их командование. Превосходно. Судьба империи все же свершилась, но, наверняка, они не согласны с этим. Не понимаю только, что произошло с русскими. Надеюсь, что они объяснятся. Сэр, в Берлине был найден ведущий советский ученый. Его зовут доктор Зелинский. Он сейчас на связи. Говорит, у него срочное послание. Вам и командиру. Слушаем. О, мистер Бингем. Слушайте, все происходит не так, как должно быть. Ну-ну, потише. Этой войны не должно было быть. Мы изменили прошлое, и все пошло кувырком. Взять хотя бы империю японцев. В основном потоке времени ее вовсе не было. Постойте, о чем вы? Мы создали машину времени. Машину времени? Да, да. Поверьте же мне, все, что Черденко обещал, вам ложь. Скоро начнется полномасштабное наступление из секретной базы на Кубе. Что? Ева, вы подтверждаете? Минутку. Доктор может быть прав, сэр. В порт Гаваны прибыли советские транспортные суда с неопознанным грузом на борту. Доктор, прошу, подождите. У нас к вам будет еще очень много вопросов. Спасибо. Командир, а вам нужно выяснить, что происходит на Кубе. Они с ума сошли? Русские помешаны на тотальном разрушении. Уничтожьте все стадионы и производящиеся на них дирижабли Киров. Если хоть один из них уйдет, он может с легкостью уничтожить целый город. Мы схватили их за жабры, командир. Они даже ничего не поняли. Похоже, все, что говорил Зелинский, правда. Я даже поверить не могу. Русские виноваты во всем. Это они развязали войну. Единственное, что нам остается, это развить наголову войска Советского Союза. Чарденко и Крюков сконцентрировали силы в Петропавловской крепости в Ленинграде. Они считают ее неприступной. Докажите им, что это не так. Пусть заплатят за свое гнусное предательство. Привет и спасибо, что пришли. Сегодня я занимаю это место неохотно и с тяжелым сердцем. Президент Говард Эккерман лучший американец. Я был горд быть его другом и горд быть его вице-президентом. Да, он хотел разрушить Москву и убить миллионы мирных жителей, но он всего лишь старался защитить нас всех. В конце концов, не это ли самое главное? Своей жизнью мы обязаны таким героям, стоящим на страже мира, как этот юный командир, приведший нас к победе. Благодарим вас, где бы вы ни были. Сегодня меня выбрали президентом нашей страны, и я верю, вместе мы придем к славному будущему. Верю, мы поделимся с нашим побежденным противником плодами капитализма. Если у них будут машины и телевизоры, то им не нужно будет создавать армии и новое оружие для войны. Пусть насладятся американской мечтой, ходя по воскресеньям на стадионы и смотря игру со всеми нами. Дорогие американцы, я принимаю предложенный пост и обещаю оправдать доверие. Спасибо. Храни Бог Америку. Кажется, всего несколько дней прошло с того момента, когда силы союзных наций возглавил новый командир. И вот теперь, когда советские лидеры заточены в криоблоке, он, наш герой, наконец с почестями ушел на заслуженный отдых. Вы помните о моем приглашении? Ваш вечер сегодня свободен? Ну и как, командир? Как вам мое платье? Может, отметим сегодня нашу победу? Я знаю один миленький пап в Сохо. Командир! Командир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня настал судьбоносный для нас день Ни дня более мы не станем терпеть пагубное влияние гайдзинов Пока они грызлись друг с другом, мы подняли с колен нашу страну Создав империю восходящего солнца Командир, именно вам предстоит возродить кодекс Бусида, путь воина Вы войдете в наш новый сигунат, в который войдут полководцы со всех уголков нашей Родины Совместно мы нападем на Советский Союз и сомнем не только войска, но и их лидеров, их боевой дух и надежду Мой сын Кронпринц Татсу поможет нам в этом священном деле Татсу был ответственен за подготовку наших новых армий Спасибо, отец Командир, наши нанотехнологии лучшие в мире Да, но не забывайте, одной лишь технологией врагов не уничтожить На то есть наша храбрость, честь воинов и наша мужественность Командир, позвольте представить нашего старшего офицера связи, мисс Суки Таяма Это честь для меня Клан Таяма служил императору десять поколений подряд Да, мой отец следует путем предков И в его словах звучит мудрость веков Но пришел новый век, командир И новый мир Вы обязаны достичь победы Командир, ваша победа заставила русских дрожать от страха Теперь мы наступаем дальше На Сталинград Там расположен памятник, символизирующий единство и силу русских Разрушьте его Тацу Да, отец Готовы ли к выброске наши бронедивизии? Да, отец Мы ждем приказа Хорошо Они очень пригодятся нам при штурме памятника в Сталинграде Памятник? Выводить наши бронедивизии только для этого? Мы должны следовать по пути нашей судьбы Это неизбежность Сломите боевой дух врага Покажите им путь воина Спасибо Теперь мы сможем возвести здесь собственный памятник Тот, что станет символом нашей победы над Советским Союзом Нано-роботы управятся с работой быстро Но русские могут помешать процессу сборки Вам выпала великая честь защищать памятник от нападений противника Приступайте к делу Воля русских держится буквально на волоске Наше нападение перережет этот волосок Тацу Тацу Все готово? Почти, отец Одесса должна сгореть Пока они еще не отошли от Сталинграда Я клянусь вам Мы уничтожим город и убьем советского главнокомандующего Крюков жестоко надменен и ему пора умереть Мне отнюдь не нужна смерть Крюкова Лишь его повиновение Уничтожив его, мы решим наши проблемы Победу одерживают не на полях сражений, сын мой А в сердцах и душах наших противников Да, нам нужны их сердца, командир И еще мне нужна голова Крюкова Убейте главнокомандующего русских Уничтожьте Одессу Командир, это мой спецпроект и наше новейшее оружие Имперский палач Вы сможете уничтожить армию генерала Выслушайте же нас Мы империя восходящего солнца Час предназначения уже настал Восставший против неизбежного погибнет Советский Союз восстал и поплатился за это И вы постарайтесь не ошибиться Выживание зависит от вас Выбор только за вами Жизнь или же смерть Выбирать это вам Вы не согласны? Отец Не надо было давать возможность Альянсу сдаться Мы должны были напасть внезапно И уничтожить всех Они сдадутся, сын мой После того, как поймут, что случилось с русскими Но, отец По данным разведки нашего шпиона, внедренного в Альянс Они планируют атаку на нашу базу в Пёрл-Харборе Пёрл-Харбор? Невозможно Неужели? На острове множество наших храмов У нас там полфлота С их стороны это полное... Вы не понимаете то, как они думают, отец Альянс считает нас низшей расой Всегда считали Вот почему им не должно быть пощады Что ж Делайте, что нужно Усильте защиту Приготовьтесь к атаке на Пёрл-Харбор Линкоры прибыли, командир Воспользуйтесь ими и нанесите удар с тыла Противник открыт Тем хуже для него Превосходно, командир Настало время нанести удар по врагу Отец Что не так? Вы подвели нас Подвели? Мы спасли Пёрл-Харбор О, да И пока вы сражались в Гонолулу Враг обошёл с тыла Флот Альянса подходит к самому Токио Наша последняя линия защиты Это единственная плавающая крепость Она их остановит Отец, мы должны продолжать атаку Отец, мы должны... А если крепость их не остановит? Но Токио может пасть Нет, нужно защитить крепость и разбить силы Альянса Выбейте всех врагов из этого региона Имея время, кто угодно может стать сильным Сознаниями любой может постичь мудрость Только истинный воин постигает всё Мы разбили войска противника И захватили Тихоокеанский сектор Наше время пришло Лос-Анджелес является центром вражеской пропаганды Если мы захватим медиа-центры То завладеем умами и сердцами врагов И тогда они склонят перед нами свои головы Принесите мне протоколы Ваш шпион-андроид принёс большую пользу, сын мой Спасибо, отец Этот советский учёный обращается к Альянсу? Сэр, я создал машину времени Вы что, шутите, да? Это так, господин президент Он говорит правду Ну, у Советского Союза не было шансов И мы... мы сумели изменить прошлое О чём вы вообще? Ну, мы нарушили причинно-следственные связи И изменили будущее Вообще, империи восходящего солнца Не существовало бы Если бы не наш эксперимент Мистер президент, вы в порядке? Он сказал, империя не должна была существовать Мистер президент Мистер президент Империи бы не существовало? Нет Если судьбу можно изменить Если будущее столь зыбко Значит, никакого предназначения нет Всё это прах Мистер президент Что вы прикажете? Господи Что происходит? Разведчика больше нет Генерал, мой господин Нам удалось перехватить Сверхсекретные переговоры Союзников с русскими Они подготавливают Совместное нападение на Японию Русские и Альянс вместе? Мы должны были предотвратить это Всех солдат Альянса Следовало уничтожить Я... Я не понимаю Зря я не послушал вас, сын мой Всё кончено Татсу Я назначаю вас главным над всем сёгунатом Пожалуйста Не дайте погибнуть империи Да, отец Настал новый век, командир Люди и страны должны сами вершить свою судьбу Нужно сделать то, что должно быть сделано Мы уничтожим советскую армию И разрушим их столицу Уничтожьте их машину времени Ведь если этого не сделать Они убьют нас ещё до нашего рождения Лишь благодаря вам Советского Союза больше нет Они отправились куда заслуживали На свалку истории Мой сын, я горжусь тобой Спасибо, отец Вы уничтожили машину времени Предрешив тем самым для нас ход истории Думаю, отец Мы создали свою собственную судьбу Истина лежит где-то посередине Всё же вы прямой потомок императора Дзиму Духовного светоча пути самураев Мастера Бусидо Кодекса пути воина Мы должны жить следуя пути О да, сын мой Со мной ли вы, отец? Поможете ли победить врагов? Почту за честь, сын мой Командир Пришло время уничтожить противников нашей великой империи восходящего солнца Нас хотели убить Но империю восходящего солнца они не уничтожат Настало время мести Сравняйте с землёй этот научно-исследовательский центр Спасибо, командир Вы прославили своих предков И разбили наших врагов В знак нашего глубокого уважения Мы даруем вам почётный титул Верховного Сёгуна Командир Я сейчас на северном побережье Ахо Здесь так красиво и спокойно Не хотите присоединиться ко мне? Ну же, командир Соглашайтесь же Отдых нужен всем Даже Сёгуну С возвращением, командир Вы выглядите отдохнувшим Надеюсь, вы в форуме Потому что нам предстоит много работы Нашим войскам в Японии удалось перехватить крайне важное сообщение Во многих провинциях растёт уровень напряжённости Что ставит под угрозу все наши прежние достижения Их лидер Тацу Сотрудничал с нашими советниками после войны Главная проблема — наместники в провинциях Сёгуны собирают армию, чтобы выступить против Тацу и наших войск Похоже, что лидер восстания — это Синзу Нагама Он был предан последнему императору И отказывается служить кому-либо ещё Для подавления мятежа придётся ввести новые силы Вы будете работать совместно с Тацу Проявите к нему должное уважение Ведь теперь мы на одной стороне Удачи, командир Командир Я слышал, что вы лучший боевой офицер Альянса Это хорошо Действовать нужно быстро У Синзо много верных людей И число их постоянно растёт Он никогда не верил в мои методы и не признавал нововведений Синзо слишком стар, чтобы осознать Мир изменился Но это не значит, что его легко победить Он — профессиональный воин И очень опасен Найти Синзо можно в провинции Иго, в землях клана Нагама Его закоснилась не должна стать причиной нашей гибели Вы прекрасно справились, командир Войска Синзо присягнули на верность Тацу Мир в провинции восстановлен Впрочем, остальные лидеры Сигуната всё ещё не желают сложить оружие Несмотря на поражение Синзо Наместник Кензи продолжает собирать свою армию в Осаке Тацу предоставит вам сведения по операции Желаю удачи, сэр Кензи всегда был непокорным Но я никогда не думал, что он сможет предать меня Похоже, для нас он будет опаснее самого Синзо Он является сторонником новейших военных технологий При обороне Кензи станет использовать всё, что сможет Его штаб — это хорошо укреплённая крепость рядом с Осакой Не стоит его недооценивать Кензи надменен и дерзок Но не ошибитесь Он опасен Отлично, командир Благодаря вашим смелым действиям восстание будет подавлено со дня на день Осталось победить войска последнего Сёгуна Тацу планирует полномасштабный штурм столицы Остановите её, сэр Я знаю, ваши люди устали и техника работает на пределе Но это наш последний шанс не дать провинции погрузиться в хаос Тацу ознакомит вас с деталями Удачи! Позаботьтесь об этом Командир Люди Такары верны ей до последнего Но она не в грош не ставит империю Она в открытую выступила против меня Если мы её не остановим Такара разрушит всё, за что боролся отец Её самураи умрут, но не сдадутся Что ж, таков их выбор Никакой пощады, командир Убейте всех Рада видеть вас невредимым, сэр Тацу сумел застать нас врасплох Мы должны были понять, что всё не просто так Если бы он преуспел, нам пришлось бы иметь дело со всей мощью имперской армии Командир, вы были единственным, кто встал у него на пути Мы в большом долгу перед вами Спасибо, командир Это хороший вопрос, спасибо Теперь, когда старый советский режим не изложен Простым русским людям стали доступны все прелести свободной торговли Войска союзных сил альянса призваны только ускорить процесс перехода И хотя ходят упорные слухи о сопротивлении Но должен вам сказать, что ничего подобного мы пока не замечали Русский народ приветствовал нас от всего сердца Свергнув диктатуру, русский народ пошёл по пути к свободе и процветанию Командир Мы живём в тяжёлые времена Это хорошо, что вы присоединились к нашему делу Если мы хотим свергнуть оккупацию альянса, нам нужен настоящий лидер Движение сопротивления набирает обороты, но у нас есть проблема Исчезла группа наших учёных, занимавшихся разработкой нового секретного вооружения В одном из регионов разведка обнаружила хорошо укреплённую базу альянса Мы должны обыскать этот сектор Скорее всего, учёных содержат именно там У вас будет лишь небольшой отряд Это всё, что у нас есть Постарайтесь узнать как можно больше, командир Удачи Сегодня Фьючер Текс, крупнейшая корпорация, связанная с разработкой новейших технологий Отреагировала на поднявшуюся волну протестов Келли Уивер, официальный представитель корпорации Фьючер Текс Развеяла опасения митингующих о новом проекте В своё время люди выступали против создания идеи хроносферы Страх и недоверие, нормальной реакции на любые глобальные перемены Но я уверяю вас, что главная цель Фьючер Текс – это общественный порядок Волнения возобновились, когда президент ЕС Руперт Торнли подписал контракт с Фьючер Текс на огромную сумму Похоже, жители Европы стали намного меньше доверять правительству Научные разработки Фьючер Текс значительным образом повысили уровень жизни людей Если бы не их технологии, где бы мы с вами были сейчас, а? Я говорю, если не верить Фьючер Текс, то кому тогда верить? Поверить не могу Альянс полностью поддерживает Фьючер Тех Хотя корпорация осмелилась выкрасть группу наших учёных Мы обнаружили ещё один исследовательский комплекс Фьючер Тех основали его в самом сердце Советского Союза Защитите население и остановите проклятых наймитов корпорации До свидания Нам стало известно об атаке на лабораторию Фьючер Текс в северной части России Местные жители даже не подозревали о существовании подобного комплекса Мистер Президент, что за исследование вёл Фьючер Текс в столь отдалённом районе России? Что ж, во-первых, я хотел бы уверить вас Наша первостепенная цель сейчас Найти террористов, ответственных за эту атаку Да, я уверен, что основная задача Фьючер Текс Процветание человечества Но, конечно же, нельзя требовать от сотрудников компании невозможного В то время как их жизни угрожает прямая опасность А сейчас, извините, мы опаздываем, спасибо Похоже, мы вновь на пороге войны Наша разведка обнаружила, откуда Торнли получал подкрепление во время операции в Сибири Войска перебрасывались с военной базы на полуострове Ю-Катан Командование Альянса о ней не подозревает Если они не могут остановить Фьючер Тех, это сделаем мы Что бы ни создавала корпорация, это наверняка будет использовано против Советского Союза Отправляйтесь туда и уничтожьте охранные части проклятой Фьючер Тех Альянс развернул войска для защиты новейшей разработки корпорации Фьючер Текс Сигма-гармонизатор будет запущен совсем скоро, несмотря на поднявшуюся волну протестов Фьючер Тех могли обмануть весь мир относительно этого нового устройства, но мы знаем правду При помощи этого изобретения Торнли может держать Советский Союз в повиновении вечно Нельзя допустить запуска Сигма-гармонизатора Остановите их, или наша судьба предрешена Уверяю, что Совет Директоров Фьючер Текс не знал о личной заинтересованности Торнли в разработке гармонизатора И чтобы подобное больше никогда не повторилось, мы значительно повышаем уровень безопасности Фьючер Текс — это всеобщее процветание Мы работаем, чтобы светлое будущее наступило для всех Лидеры Альянса благодарят нас за уничтожение этого маньяка Торнли Пока мы говорим, они начали вывод войск с нашей территории Альянс хочет укрепить собственные границы Мы завоевали их доверие Теперь пришло время возродить нашу родину Союз Советских Социалистических Республик Советский народ благодарит вас Сегодня в рубрике «Спецрепортаж» Брэнда Сноу поведает нам новые факты о таинственной Юрико Омеге Брэнда? Спасибо, Тед Вы, должно быть, уже слышали историю о Юрико Омеге Таинственной японской девушке, обладающей сверхспособностями Во время войны солдаты Альянса говорили, что она могла уничтожить взвод одной лишь силой мысли Кто же эта девушка? Откуда она появилась? И как ей удалось развить в себе столь серьезные способности? Ее биография скрыта покровом тайны По некоторым источникам ее зовут Юрико Мацуи Тогда как Омега лишь псевдоним, используемый военными Согласно тем же источникам, она родилась в небольшом приморском городке Танаби И уже с самого детства начала проявлять сверхспособности Похоже, что из-за этих способностей она не могла нормально общаться со сверстниками Когда правительство узнало о ее возможностях, девушку забрали в научно-исследовательский центр СИРО Где главврачом был доктор Синди Симада Он широко известен своими работами в области парапсихологии Что исследователи в СИРО сделали с этой маленькой, одинокой девушкой? Этого мы никогда не узнаем, но как бы там ни было, она изменилась навсегда Вы смотрите продолжение репортажа о Юрико Омеге Во время войны она состояла на службе имперских вооруженных сил Благодаря своим способностям Юрика считалась самым опасным оружием Японии Все кончилось во время захвата Токио войсками Альянса Юрику нашли без сознания под обломками Дворца Императора и взяли под стражу После депортации на Запад она содержалась в одиночной камере сверхсекретного комплекса где-то в джунглях Гуама Военные официально отказываются давать комментарии по поводу событий, последовавших пленению Юрико Впрочем, нам известно, Юрика Омега сумела освободиться и теперь находится в бегах Но где же она сейчас? Военные молчат, даже если и знают Наверняка ясно одно Где-нибудь, когда-нибудь она точно объявится И когда это случится, пострадают сотни, возможно тысячи, а то и миллионы невинных людей Они полагают, что Юрико хочет вернуться? Кто бы знал, Тед, с момента побега о ней никто ничего больше не слышал Благодарю вас, Брэнда, невероятно А сейчас слово Молли Макфарланд Прямо с Сайншайн Мол, где происходит открытие нового поля для гольфа Мы вместе бум-бум-бум С тобою бум-бум-бум Текила бум-бум-бум